Шамкен сегодня едва не остался без общественного транспорта. Большинство сотрудников крупного перевозчика не вышли на работу. Водители и кондукторы возмущаются. Зарплату им сократили почти в два раза, но и этих денег они не получают. Катерина Попкова подробнее. Утро в автобусном парке началось не с привычного осмотра машин на забастовки сотрудников. В рейс не вышли сразу пять маршрутов. Водители возмущены им сократили зарплату, которую и так, как выяснилось, постоянно задерживают. Зарплату не выдаю. Изначально мы пришли сюда 180 тысяч зарплаты, потом 130, сейчас 60 тысяч. Вот мне за 18 дней посчитали 59 тысяч 600 тенгенцев. За 19 дней посчитали. 3 тысячи мне в день. Я с утра до вечера работаю и за 3 тысячи. Водители жалуются, работать становится все сложнее. За любой промах – штраф. Этот автобусный парк в Шимкенте открыли в июне этого года. Руководство социально-предпринимательской корпорации «Шимкент» утверждало, парку нет аналога в стране. Водителям обещали раские условия, а сейчас их обвиняют в воровстве. Выходит, 37 тысяч у нас план, там воровать нечего. Представляете? Так хочется, но нечего. Представляете, 200 тенге остается. О том, что у автобусного парка дела совсем плохи, руководство не отрицает. А то считают, что им достались самые убыточные маршруты. 80% из них не покрывают даже расходы на солярку. Не говоря уже о заработной плате. Тут давно ушли в минус. Я сам за сентябрь еще не получил зарплату. Они хотят, вот знаете, и зарплату 130, и по 5-6 тысяч в день, по 10 тысяч в день воровать. Но это же нельзя. Скандал пришлось мешаться с сотрудникам Акимата и даже полицейским. Приехали сразу три патрульные машины. Сейчас транспортная комиссия рассматривает выдачу госсубсидий данному автобусному парку. Вчера письмо было направлено нам. Расчет полный сделали. Мы ознакомились. Теперь документ должен утвердить Маслиха. За время существования автобусного парка там трижды сменилось руководство. Единственная их стабильность – это долги. Водители неоднократно жалуются на задержку зарплаты. У предприятия есть задолженность по лизинговым платежам, а это больше 200 миллионов тенге. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов. Итоги дня. Шумкент.